Оргкомитет премии «Автомобиль года» в России огласил результаты своего ежегодного исследования «Рейтинги автогода». Составляют их обычные пользователи интернета, которые голосуют за автомобили в сегментах «Многоцелевые», «Современные», «Надежные» и «Семейные» автомобили, выбирая лучшие из тех, что официально представлены на российском рынке. Люди приходят и отвечают. При этом при всем в рейтингах автогода человек в среднем проводит 17-20 минут. Ему нужно выбрать три автомобиля, ему нужно отметить не менее восьми критериев и проранжировать эти автомобили в порядке убывания. Вот в этом смысл. То есть идет реальная экспертная оценка потребителями. Основываясь на поведенческой модели покупателя, результаты каждого сегмента были поделены на три ценовые категории. В результате сформированы три рейтинга в четырех сегментах, где каждой модели присвоены три топовых характеристики. Эти параметры и являются решающими для потребителя при выборе автомобиля. В сегменте «Надежные» автомобили в средней ценовой категории победителем стал Mitsubishi Pajero Sport. В этом году рамный внедорожник заметно обновился, получив новое оформление передка. Изменены не только фары и решетка радиатора, но также капот и крылья. Не менее серьезно был переделан интерьер. Медиасистема с восьмидюймовым экраном расширила функционал работы со смартфонами. Так владелец сможет использовать гаджет для контроля параметров, отпирания дверей и багажника. А вот технически Pajero Sport остался прежним. Возможно, именно поэтому респонденты рейтингов автогода назвали японский внедорожник самым надежным в своей ценовой категории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok